Здравствуйте! Сейчас в моих руках аудиотехника M50 XBT первого и второго поколения, и естественно возникает главный вопрос, чем они отличаются друг от друга. И сразу же стоит понять, что что первое, что второе поколение по своим динамикам и по материалам корпуса, по своей эргономике полностью повторяет проводную модель, поэтому каких-то сверхизменений мы не увидим. Изменения коснулись немного внешнего вида за счет нового управления и новой прорези на непосредственно чашке, налево, если не ошибаюсь, и как-то сразу же закрадывается мысль, а вдруг все-таки шумоподавление добавили, и теперь они будут прям сверхкрутые, но нет, данные микрофоны нужны для того, чтобы убирать лишний шум при разговоре, но, к сожалению, не для активного шумоподавления. И также немного изменили кнопки, убрали наконец-то разъем microUSB, вместо него есть USB Type-C, насколько стало удобнее в плане самих клавиш, это вопрос очень спорный, потому что глобально ничего не изменилось. Из таких приятных мелочей, которые добавились, это при включении наушников и включении Bluetooth на телефоне, они определяются благодаря Google Ассистенту, и сразу же отображается приятная иконка, можно подключить в один клик, вместо того, чтобы заходить в меню и где-то их там искать. Во всем остальном, внешне они категорически схожи, одни и те же материалы, одни и те же размеры, вес и все остальное. И вот второе различие заключается непосредственно в звучании, за счет того, что, естественно, новый Bluetooth-модуль, естественно, добавили поддержку LDAC, и так как слушал на Android-смартфоне в основном, то была возможность достаточно быстро включать и отключать его для того, чтобы в режиме онлайн понять, насколько же очевидна разница, и эта разница есть. Поэтому по подаче это, в принципе, остались такие же наушники, и не забываем, что разъем 3,5 мм у нас сохранился, поэтому если вы захотите их подключить к какому-нибудь хорошему, такому дорогому, полноценному источнику, то, естественно, звучание будет таким же, как и у проводной модели данных наушников. И какого-то глобального изменения я не услышал, то есть я брал эти наушники, просто вот снимая и надевая сразу же на одном и том же треке, чтобы вот приблизительно одна и та же мелодия сохранялась, можно было понять, в чем различие. И ее нужно вот прям выискивать, потому что по звучанию они категорически схожи. Да, в первой версии были проблемы иногда с шумами, то есть на минимальной громкости был такой фоновый шум неприятный. Здесь, конкретно в данном экземпляре, возможно, из-за того, что он уже один из последних каких-то версий, на первом поколении никакого фонового шума не услышал, ну и, соответственно, второе поколение также послушал на минимальной громкости, никаких проблем нет, и в том числе тональный баланс сохраняется для беспроводных полноразмерных наушников, в общем-то, хорошо. То есть нет такого, что остается только середина, немного высоких частот, и все, и там бас уже полностью уходит. Ничего этого не происходит, звучит все так же нормально, слушать можно, если вы вдруг захотите на минимальную громкость. Интереснее ситуация обстоит с кодеком LDAC, потому что действительно изменения есть, то есть включаешь, и такое чувство, что наушники сразу же становятся такими чуть более выраженно V-образными. То есть добавляется к низким высоким частотам, серединка немножко падает вниз. То есть не катастрофически, это нужно именно выслушивать, когда ты этот кодек включаешь, выключаешь, и все. И вот таким образом ты послушал 5 секунд, переключил на LDAC, еще 5 секунд, снова выключаешь, снова включаешь, и таким образом ты уже замечаешь. Это общая тенденция, то что немного V-образней становится. То есть, естественно, за счет того, что у нас больше высоких частот, сразу же кажется, что и детальность выше, но насколько она на самом деле становится выше, вопрос категорически спорный. Поэтому то, что он здесь присутствует, это в принципе хорошо, потому что очень многие люди верят в LDAC, соответственно, для них будет разница, потому что самовнушение также имеет достаточно большую роль. Ну и изменения в самом характере звучания также присутствуют, поэтому как такое относительное преимущество можно отнести. И в общем очень сложно говорить про M50X BT, как-то их сравнивать с какими-то конкурентами, потому что это наушники, которые стоят абсолютно в стороне. То есть вот просто абсолютно. Из-за того, что, как правило, к ним относятся с противоположным мнением. То есть, либо же это шикарные наушники, которые нравятся, либо же это просто отвратительные наушники, которые как можно было выпустить в что-то настолько плохое. Это касается и эргономики, то есть в первую очередь из-за своих амбушюр, потому что они тонкие, это объективно, я это признаю. Опять же, амбушюры можно спокойно поменять на более толстые. Вариаций сейчас, в 2021 году, уже просто предостаточно. И по поводу самой посадки, то, что кому-то не давят спустя полчаса на голову, для кого-то кому-то нет. Мне об этом сложно судить, потому что полноразмерные наушники для меня в принципе не совсем удобные. То есть я очень сильно привык к внутриканальным. Поэтому, как только их надеваешь, ты не ощущаешь какого-то дискомфорта, потому что они вращаются просто по всем плоскостям и они очень мягко, очень удобно облегают ухо. То есть нигде не создается ни с одной стороны какого-то дополнительного давления, которого не должно быть. И опять же, они не тяжелые, плюс оголовье у них достаточно мягкое. Ну как оно, вроде как и жесткое, но все равно на голове ты этого не ощущаешь. То есть все равно мягкая часть какая-то присутствует и за счет этого на голову давление не ощущаешь. Ну и опять-таки, все вот эти вот крутелки, это очень приятно. Потому что их можно и сложить просто как угодно за счет их абсолютной шарнирности. И это огромный плюс к самому удобству. Поэтому я бы их... Ну хотя да, в принципе, это просто вторая версия. То есть просто как такое обновление. Не то, что там совершенно новые какие-то наушники, но просто взяли M50X, которые понравились людям, которые согласны с их общим внешним видом, с их удобством, с характером звучания. Опять же, если так немножко звукой коснуться, то очевидно, что басов здесь много, определенно. Да, его больше, чем должно быть. Он может подбухивать. Середина здесь крайне специфичная. То есть это просто вот такие японские замашки. То есть и в данном случае это также проявляется. Середина вроде как и нормальная. Она не сказать, что он с какими-то искажениями, что она где-то там находится вдали, там прячется за низкими, либо же за высокими частотами. Нет, но она какая-то вот своеобразная. То есть чувствуется, что это что-то между фирменным окрасом и искажениями. Хотя в принципе фирменный окрас это и есть искажение. То есть, ну, опять-таки, это наушники, которые уже слушало огромное количество людей и уже составили свое мнение непосредственно по ним. Поэтому здесь заострять какое-то особое внимание я не вижу особого смысла. Поэтому обновление мне понравилось. Да, есть Type-C, есть дополнительно кодек, есть проработка вперед в плане какого-то удобства самих наушников. То, что они намного легче подключаются и уже ассоциируются как-то с современными наушниками. То есть если здесь как такое в первом поколении немножечко кустарное такое, то есть непонятно, зачем использовать тот же разъем. Не совсем понятно подключаются, то есть то, что они изначально определяются не как наушники, а как какое-то носимое устройство. То есть в некоторую смуту такое это вводит. Хотя подключаются они в принципе легко. И все очевидно. Если вам нравится аудиотехника, нравится именно их характер, их подача, их звучание, это прекрасный вариант. Это отличные просто наушники. Сравнивать с конкурентами невозможно, потому что все равно это крайне-крайне специфично. То есть это просто проводные наушники, которые сделали беспроводными. Все, легендарные наушники. Так что в целом я доволен, да. Это очень и очень интересная модель, которая однозначно найдет своих слушателей. Как таковых косяков при использовании, при прослушивании я не нашел. Связь не обрывается в... В принципе все, что может произойти, это обрыв связи. То есть не то, что там true wireless наушники один значительно быстрее разряжается, второй намедленнее, отваливаются друг от друга. Все, если они подключились, то они уже и будут работать. Все, все слишком просто. Поэтому приятные наушники. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете их найти. И на этом свое видео впечатление буду завершать. Большое вам спасибо за просмотр. Шастя, здоровья и до скорых встреч.